Как обычно, на ярмарке вся продукция реализовывалась по ценам ниже рыночных. Сельскохозяйственную продукцию представили крестьянские хозяйства из девяти сел и сельских округов региона, а также сельхозпроизводителей Иртышского района. Цены хорошие, ниже рыночных, поэтому посещаем ярмарку каждую неделю. Цены на мясо хорошие, порадовала стоимость огурцов и помидоров. Купила все, спасибо, пусть всегда так будет. Ярмарка отлично. Что устраивает? Все устраивает. Подешевле еще было бы совсем хорошо. А так цены не дешевые разве? Нет, ну вот сейчас да, вот сегодня нормально, спасибо. Еще бы клубничка была дешевле, вот это что такое вкусное. Все хорошо, спасибо. Нормально, вот цены нормальные. Ну, я вообще второй раз. Цены вроде приемлемые. Люди берут, говорят, очень вкусно. Брала знакомая, говорят, масло вкусное, я вот сыр взяла, хочу попробовать. Акимгород Аянбисейкин, очевидно, не просто инспектирует, как проходит ярмарка, а зачастую приобретает на ней продукцию. Вот и в этот раз мы заметили его за прилавком овощей. Ну, это более водянистое, это более такое мясное. Всего на ярмарке было представлено мясо 16 туш крупного рогатого скота, 9 туш конины и 7 голов баранины. На месте был организован ветеринарный санитарный контроль продукции сельхозпроизводителей. Также было завезено 300 литров домашнего молока по 200 тенге за литр, 120 литров домашней сметаны, 800 кг творога и 500 кг сливочного домашнего масла. Кроме яиц первой категории по 400 тенге за десяток были представлены растительное масло по 600 тенге за литр, макароны по 338 тенге, гречка по 327, рис по 418 и картофель по 90 тенге за килограмм.